И из центра города мы переносимся на стадион Металлург. Здесь очень много горожан, многие с детьми. Погода вроде бы хорошая, только навскидку здесь проходит картинг, кроссфит, зумба, фитнес, силовой экстрим, а также футбольный турнир среди любительских команд Ленинского района. Обо всем по порядку расскажет наша съемочная группа. Вперед! Рядом со мной Дмитрий Новиков, это лидер воркаунт движения в Ленинском районе. Дмитрий, что сейчас здесь происходит? Добрый день, здесь в честь 50-летия города Видного и Дня Ленинского района будут проходить соревнования по воркауту и кроссфиту. Сколько здесь ребят? Ребят пришло в районе 20 именно участников, но я думаю, что еще потянутся зрители, потому что праздник у нас на стадионе Металлург большой. Что будут делать? Чем занимаются ребята из вашего движения? Будут выступать. Воркаут это что-то вроде спортивной гимнастики, только в уличных условиях, на турниках, в брусьях. Это обычные парни, не спортсмены какие-то профессиональные, а просто ребята, там студенты, школьники, которые развивают себя каждый день на площадках города. Я правильно понимаю, к вам может прийти любой желающий и очень скоро стать участником движения? Конечно. Дворец спортовидной проводит открытые тренировки по вторникам и четвергам на площадке ПЛК. Можно всю информацию найти на сайте или в группе ВКонтакте Дворца спортовидная. Каких успехов уже добились вы? Я в Видном совсем недавно. Так, победитель многих областных, районных соревнований, судья Российской Федерации воркаута, официальный представитель. Да, мы сейчас видим, что там ребята занимаются прям какие-то очень серьезные акробатические номера делают. Насколько это опасно для здоровья? И нужны ли какие-то специальные медицинские разрешения, чтобы заниматься этим видом спорта? Вы знаете, разрешение не нужно. А что касается опасности, то мы всегда говорим ребятам не делать того, что они не могут и не научились на тренировках. Поэтому я думаю, что сегодня, как и в принципе в большинстве случаев, обойдется без травм. С какого возраста и по какой возрасту? Вы знаете, с какого возраста это зависит от развития ребенка. Ну, 10, чуть больше можно, я думаю, с 12, с 10 лет. А по какой были случаи, что люди и в 90, и в 85 лет также подтягивались, отжимались на брусьях. Спасибо вам большое. Хорошей вам погоды, чтобы все получилось. Вам спасибо. Как говорится, писи твой леди. Рядом со мной на стадионе «Металлург» Михаил Колмыков, старший тренер фитнес-клуба «Премьер». Михаил, расскажите о спортсменах, которые сейчас выступали перед нами. Юрий Фомин, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, вице-чемпион Европы по пауэрлифтингу, вице-чемпион мира, 14-кратный чемпион Москвы, несколько кратный, не помню сколько, чемпион России, торговый спортсмен Игорь Федан, мастер спорта по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу. В 2004 году Игорь Федан был признан самым сильным человеком России. Также он попал в книгу рекордов Гиннеса. Вместе с командой 10 человек, они тянули 400-тонный самолет. 400 тонн самолет весил, по 40 тонн на человека. Скажите, откуда эти добрые молодцы? Это мои друзья, мы вместе занимались спортом. Скажите, чтобы достичь таких результатов, сколько нужно заниматься? Вы знаете, наверное, правильнее сказать, не сколько заниматься, а как. У нас часто, и меня, и Игоря часто спрашивают, что нужно сделать, чтобы стать такими, как вы. Ответ очень прост. Надо просто посвятить этому жизнь. Ну, потому что мы как бы все-таки люди, ну, можно так сказать, из большого спорта, мы пришли в спорт, чтобы ставить рекорды. А чтобы ставить рекорды, ну, как бы, легкой прогулки не будет. Здесь обязательно надо посвятить, ну, не то что жизнь, ну, лучшие годы своей жизни. Посвятить этому. То есть, заниматься, заниматься, тренироваться постоянно во что бы то ни стало. Ну, и, конечно, что еще могу сделать? Ну, и просто быть хорошим человеком. Вот вам и гребно покатали. В жизни, в быту, ваша сила как-то применима? Ну, не всегда, честно говоря. То есть, если где-то что-то, так сказать, там, удобные какие-то грузы, да, то, в принципе, в основном неудобно что-то поднимать. Те же там, как говорят, диван таскаешь одной рукой, но он просто, конечно, неудобно одному брать. Но это все вещи легче, чем то, что на соревнованиях. Поэтому в основном работа-то, как бы, на соревнованиях тяжести поднимаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и... Три, пять, шесть, семь, восемь, девять, и... Спортивный праздник на стадионе «Металлург» продолжается. Вот с минуты на минуту начнется матч между игроками команд Ленинского района и Государственной думы. А мы переносимся к кинотеатру «Искра». Передаю слово нашему корреспонденту Татьяне Брыловой.